Друзья, привет! В Праге наступила новая реальность. Какая именно? Расскажу. В трамваях уже нельзя ходить без масок. Улицы Праги пусты. Рестораны продают только на вынос. И сейчас всё это мы с вами увидим. И первое сейчас подойдём к трамваям. Кажется, в трамвай без маски не зайти. И об этом говорят специальные наклейки. Вот прямо перед вами. Мейте закрытые уста, а нос это. Имейте закрытые уста и нос. Также, что видно невооруженным взглядом по городу, все ходят в масках или в шарфах, или в чём-то, чтобы закрывал ваш нос и рот. Новые нововведения, которые как раз запрещают посещать общественные места с открытыми ртами и носами. Поэтому та реальность, которую вы меня сейчас видите, она актуальна. Также, что сейчас наблюдается в Праге, как новый тип реальности, те площади, те места скопления людей сейчас пусты. То есть раньше даже на этой площади Вассовской здесь было всегда огромное количество людей, огромное количество туристов. Сейчас здесь никого нет. И вот можно увидеть по периметру абсолютно пусто. Это также новая реальность 2020 года. Прага без людей. Астрономические часы также находятся практически один на один с собой. То есть туристов, как раньше, вы не увидите. Сейчас вам покажу, как всё здесь дела у нас выглядят. Когда-то здесь были сотни людей. Ну и сейчас, чтобы посмотреть шоу, собрал человек 10. И вот сколько людей на площади перед часами. К сожалению, этот новый тип реальности мне не очень нравится. Хотя, когда здесь были сотни людей, это тоже было довольно-таки сложно. Никто не знает, где золотая середина, но так, как сейчас выглядит Прага, это точно никому не надо. Некогда шумная Старомельская площадь, центр старого города, сейчас абсолютно безлюдно. Друзья, а вам нравятся эти новые реалии? Вам нравится то, что сейчас произошло из-за коронавируса? Мне кажется, мир меняется, и мир меняется не совсем в лучшую сторону. Ещё мы не заканчиваем, и ещё покажу вам несколько интересных объектов, где также реальность изменилась. Также в новой реальности уже не будет ни ресторанов, ни магазинов, ничего. Мы будем готовить дома, а иду заказывать онлайн. Как вам это? У меня с этим огромные проблемы, потому что до коронавируса мне заблокировали карту, и до сих пор я её не получил. Даже если бы я хотел оплатить что-либо онлайн, у меня это не получается. Поэтому, в какой-то мере, я страдаю. В реальности также никого не удивляет палатки Красного Креста на улицах и люди, которые ходят в тех или иных защитных комбинезонах или защитной униформе. Это вы как раз видите Марианскую площадь, на которой находится мэрия города Праки. В новой реальности даже телевидение снимает на улице. Обратите внимание, прямо перед вами проходят съёмки, репортажи какого-то чиновника или же какого-то известного лица. Новая реальность также не только пустые площади, но и пустые улицы. Также, обратите внимание, прямо перед вами зелёный отель Клементин. Это самый маленький фасад старого города. Фасад построен по подобию трапеции. Надеюсь, вам видно. Сейчас будет видно ещё лучше, потому что подходим ближе. Сейчас ничего нельзя купить внутри ресторанов, а только через вот такие вот окна. Но в новой реальности Карлов мост уже не самое любимое место туристов, потому что их просто нет. Единственное, даже при коронавирусе и во времени его чего не изменится, это моя любовь к этому прекрасному городу, к этой прекрасной стране. Я всегда буду любить Прагу, несмотря ни на что, несмотря на те тяготы, в которых мы сейчас находимся, и несмотря на то, что сейчас на улицах действительно иногда наблюдается страшная ситуация. Город прекрасен, и моя любовь к нему бесконечна. Вот он, Карлов мост. И новая реальность никого. Просто нет на нём людей. Ну и, конечно же, никто в новой реальности не отменял весну. Весна — это прекрасная пора, когда всё расцветает, когда павлины в Праге показывают свои чудесные хвосты, когда на улицах начинается жизнь. Сейчас мы это увидим. И так. Ты что хочешь? Говори. Ничего. Девушка сидит, кормит павлинов и других птиц. Просто шикарно. И позитивно, главное. Красавцы. Рядом гуляете. Это, конечно же, положительный. И именно в таких местах я всегда говорю, что человек забывает обо всем негативном, о стрессах, о панике, потому что здесь просто рай на земле. Позади меня уже начинают расцветать магнолии, а внизу, если вы видите, лежат павлины. Это же просто прекрасно. Вот зашел и сразу зарядился положительной энергетикой. Поэтому, несмотря на новую реальность, несмотря на лишения, которые мы сейчас в этой реальности встречаем, все равно можно найти уголочек позитива. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Постарайтесь не писать сильно гневные, потому что иногда от них портится настроение. Ну и подписывайтесь. Будет еще масса всего положительного, актуального и интересного. Спасибо и пока!